Субтитры подогнал «Симон» 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 Пришла идея сделать соревнования для сотрудников IT-компаний чтобы они не только соревновались в баскетболе, волейболе и футболе но и в робототехах Так, заработал кликер Вызди Все План действий На сегодня мы разберем что такое соревнование Codos Расскажем, как мы попали в программу Intel Расскажем про миссию Про принципы, преимущества И все-все-все, что вам надо знать Ну И Начну я с самого первого Что такое Codos Это соревнования в которых участники программируют беспилотных автомоделей роботов Сейчас идет огромная тенденция в сфере беспилотных автомобилей Постоянно какая-то компания изобретает новый беспилотный автомобиль И я посчитал, что это было бы очень интересно привлекать программистов студентов, школьников к этой сфере чтобы они могли приглядываться А кто-то может в будущем мог работать на одну из автомобиле строительных компаний создавать беспилотные автомобили и начинать можно с самого простого с таких вот соревнований маленьких роботов Наши соревнования уже попали в программу Intel по развитию инновационных проектов Кстати, вот зря они разбежались У Intel есть такой портал называется devmeshintel.com Можете по ссылке пройти поддержать проект А кому интересно и кто работает с электроникой можете опубликовать там свой проект Естественно желательно использовать оборудование Intel библиотеки софт И многие проекты замечаются и производится микрофонсирование этих проектов самой корпорации Intel по Теперь пойдем дальше Я вам расскажу про миссию Миссия которую несет Hot Wheels это привлечь программиста студента школьника энтузиаста всех тех кому интересно программирование и не просто программирование а именно железачное программирование и программирование именно беспилотных транспортных средств Вот что может лучше чем запрограммировать робота который объезжал препятствия а потом увидеть что похоже технологии используют Tesla но да там используются камеры но вы понимаете принцип функционирования уже на базовом этапе вы можете сделать этого робота самопаркующимся тоже это принцип уже использовать во многих автомобилях итак любые соревнования в них закладывается какой-то фундамент я вот тут нависал фундамент парень конечно это но неважно первое это для каждого кто хочет программировать реальные вещи многие могут программировать умный дом многие могут программировать с квадрокоптером но все участники в реальных условиях это самая классная вещь которая могла видеть в этих соревнованиях потому что соревнования по программированию роботов они не первые в Беларуси но у них был самый главный преимущество самый главный недостаток это то что у каждый участник приходил со своим роботом кто-то делал его большим кто-то маленьким и начиналось вот у него робот больше он меня сломал и так далее в Код Вилс у всех роботы одинаковые мы даем каждой команде по одинаковому роботу и претензии к тому что вот его робот едет лучше а мы хуже только претензии к вам как разработчику если побеждает какая-то команда она обязательно должна публиковать код в открытый доступ потому что все open source и благодаря open source мы идем вперед то есть выиграли опубликуйте код чтоб в следующий раз ваш код уже использовался и было выиграть намного сложнее ну и последние 29% на вход 1% техники уже сколько было примеров на наших соревнованиях супер программисты из IT компании писали замечательные библиотеки по управлению роботом тратили ночь и в финальном заезде у них как-то садился аккумулятор откручивалось колесо и вот это вот составляющая техники здесь очень-очень важно а у кого-то просто сгорал провод потому что они неправильно управляют мотором то есть программист понимает что у него должно все работать идеально ровно потому что он всегда программировал то что не может сгореть если вы там напишите на C++ какую-то функцию неправильную она просто не будет работать у вас не сгорит компьютер на уронуете если вы напишите неправильную функцию пункционную сгорает сгорит потому что не может так быстро поворачиваться не может мотор так быстро менять направление и так далее. Тем самым человек, который привык программировать и не обращать внимание на электронику, начинает уже погружаться в этот мир железа, начинает становиться не просто программистом, а еще программистом-желетянщиком, что в наше время уже больше котируется, чем обычный программист. То есть сколько компаний в Беларуси, которым нужен не просто программист, а программист, который еще умеет работать с железом, который в нем разбирается. Конечно, программистам всегда останется своя доля на рынке, но она постепенно немножко уменьшается, и почему бы не начать изучать железо прямо сейчас. Следующий слайд. Наши преимущества по сравнению с другими соревнованиями из Беларуси, которых очень много. Вы не собираете самостоятельные роботы. Вы получаете на соревнованиях робота набор библиотек, инструкцию и два дня для разработки. В принципе, этого достаточно. Разные коллективы, где-то люди могут не сработаться, но на соревнованиях работа в команде, она очень сплачивает коллектив. То есть IT-компания может заказать проведение соревнований перед ответственной работой, чтобы все сотрудники сработались между собой, ну и расслаблялись. Отличное развлечение, повторюсь. Для программиста это отдых и работа над новым проектом. Для студента это новый опыт. Для школьника это новые перспективы. И самое главное, это то, что я здесь не указал, это то, что возраст не важен. Настоящий фабилд стандартный может ребенок стремиться с программистом высокого уровня. И вы знаете, здесь я не уверен, что лучше запрограммировать робота-программист. Поговорим про то, что мы уже сделали. Мы провели двое соревнований на фестивале по робототехнике Рэпа-фест 2016 в Беларуси и на Биткап 2016 в Гуире. Это была Олимпиада по программированию. На первых соревнованиях у нас участвовало порядка двадцати команд. У нас было семнадцать, наверное, команд студенческих. Одна команда из IT-компании «Кактусофт» и вторая команда из Центра технического творчества. Кстати, вот ребята в «Кактусофте» они написали замечательный код, но, к сожалению, техника их отвела. Вот этот один процент, о котором я и говорил. Небольшие фотографии. Каждой команде раздается на кузиле ликеровок, который у меня здесь. Участники могут кастомизировать, развесовывать. Вот одну улыбку тут нарисовали. Вот они на стартовой линии стоят, как в «Формуле-1». Все роботы спускаются дистанционно через «Битуз». Вот. Пойдем дальше. Что мы сделали для «Студвилс»? Как мы смотрим? Самое главное это роботы. Без робота бы не было соревнований. Наш робот представлен здесь, на фотографиях, на нашем стенде. Можете с ним ознакомиться. Изначально мы делали его как образовательный робот для детей, студентов. Но мы поняли, что надо дать роботу какую-то цель, какое-то предназначение. И таким образом у нас родилась идея «Подвилс». Да, «Подвилс» мы даем все бесплатно, но наше то, чтобы люди после этого заинтересовались и, может, здесь купили этого робота своим детям, себе, чтобы тренироваться. Вот. Ссылка на робота есть. Правда, мобильная версия немного пока что не идеальна. Но вы можете ознакомиться уже с ним на нашем сайте. У вас есть различная инструкция, трасса для тренировок, набор библиотек. Все, все, все. Следующий. Мы робота продаем, но уже смотрим на будущее и понимаем, что в будущем – это когда любой человек сможет собрать такого же робота и участвовать в «Подвилс». Для этого мы опубликовываем, работаем над компликацией этого робота на сайте hackster.io. Очень полезный сайт, где можно также выкладывать свой инновационный проект. Там есть категории, то есть умный дом, интернет вещей, робототехника. И одним из проектов будет наш опыт. Мы думаем, что мы взорвем данный ресурс, потому что мы укладываем в открытый доступ готовый рабочий продукт и знаем, что он не только будет популярен в Беларуси, но и будет популярен из-за рубежа. Все же open-source рулят. Тем самым школа, центр технического творчества скачивает исходники, печатает в 3D-принтере, выпиливает лобзиком на фрезере, собирает робота и также может участвовать уже в своих соревнованиях подвелись по нашим правилам. Компоненты для робота мы специально сделали так, чтобы они были стандартные и не требовали сложности их приобретения. То есть сейчас это стандартные вододрайверы, платы, моторы. Все это можно купить у нас без проблем, но уже за границей тем более. Вторая фишка проекта — это мы сделали графическую среду программирования для нашего робота. Все же код писать могут не все, а участников соревнований должно быть больше и больше. Специально, чтобы подключить к этому направлению движение код вилл из школьников, новичков в области программирования. Мы написали на свою среду Rover.blog. Многие могут сказать, что оно очень похоже на скейч. В принципе, похоже, но используется здесь язык программирования Google Blockly. То есть Blockly — это набор кода, который позволяет создавать свои блоки. Что вы можете увидеть на экране? Разные категории, то есть логика, циклы, математика, переменные функции. Благодаря им можно собрать свою программу как изверху. И буквально, наверное, в течение часа ваш робот поедет на трассе. Ссылка на программу доступна здесь. Вы можете скачать на свой Windows-компьютер, проверить. Вы будете, наверное, одними из первых пользователей данной программы, потому что я ее только-только выпустил. Кстати, идея с этой программы с роботом для образования пришла от человека, который висит... фотография его висит вот в рамочке возле входа, сверху. А дальше, кто догадается, получится применение. Следующее – это программирование в Arduino IDE. Все же мы не хотим оставлять стороне программистов. Вы можете писать настоящий серьезный код, можете использовать в нашей библиотеки, можете переработать в нашей библиотеке. И, в добрый путь, как говорится, у нас вот двое соревнований под ВИЛС, они использовали программирование в Arduino IDE. В ближайшее будущее соревнований мы планируем провести соревнования код ВИЛС, собрав на одной площадке команду из IT-компаний, команду из школы, команду студентов. И каждые могут использовать любую среду разработки. Школьники могут использовать графическую среду, айтишники могут использовать Arduino IDE, кто-то вообще может использовать Intel System Studio для микроконтроллеров. И, тем самым, получается такая среда благоприятная, чтобы школьники, во-первых, заинтересовались программированием, чтобы они могли в двух опах работать с программистами, студенты, чтобы могли присмотреться к IT-компаниям. Айтишники отдохнуть и, во-вторых, посмотреть себе смену, найти среди студентов талантливую молодежь, заинтересовать школьников, чтобы они учили программирование. Вот. Такая у нас идея. Следующий. Провести соревнований код ВИЛС между IT-компаниями. Это самая главная идея, потому что нам хочется узнать, кто не только хорошо играет в баскетбол и волейбол в IT-компаниях, но и кто и хорошо умеет программировать роботов. Вот. Так что, если тут айтишники сидят, можете предложить своим директорам строить такое развлечение. Узнать, кто лучше программирует роботов в ЕПИ-милевой транзишене, может, в IBA. И я думаю, это движение будет очень-очень даже неплохим. И третье. Это провести соревнования код ВИЛС для детей. Код ВИЛС в World of Tanks. Мы можем гистомизировать их в виде танков. Код ВИЛС в такси. Мы знаем, что Вайберс сделал стартап. У нас же опыты тоже могут взять и завести модельку человека от точки А до точки Б. Подробнее можете все прочесть по ссылке. Далекое будущее. Это сделать соревнование код ВИЛС с международными. Объединить онлайн игры по программированию виртуальных роботов с настоящими роботами. То есть вы скачиваете в приложение, программируете в онлайне нашего робота. Если вы запрограммировали очень хорошо, вы едете на офлайн соревнования и соревнуетесь уже с реальными участниками. Это далекая перспектива. Ну и спасибо за внимание. Мои контакты приведены. Пишите. Смотрите сайт. И буду рад видеть вас на соревнованиях под ВИЛС. Спасибо вам. Спасибо, Максим. Завершающий спикер дарит завершающий подарок. Все тот же умный дом вы можете выиграть, поэтому людей меньше, шанс получить подарок больше. Не стесняйтесь. Так. Сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Владислав. И хотел бы поподробнее узнать, в чем конкретно соревнования заключаются. То есть вы мне рассказали. То есть программирование понятно, но какая цель? Чего достигнуть надо? Для начала у нас соревнование КОДВИЛС. Это соревнование годочных роботов. Робот должен проедет определенное количество кругов за определенное время. И чей робот проедет это количество кругов? Быстрее? То есть выиграл. То есть надо обогнать всех своих соперников на трассе. Как в формуле 1. Ясно. То есть просто скоростные. То есть кто быстрее... Скоростные. Да. Но сейчас мы думаем над тем, что просто гоняться не очень интересно. Может интересно решать задачи по доставке грузов логистические. То есть взять груз манипулятором. Но это должна быть инициатива может даже от какой-то IT-компании, от какой-то логистической компании, чтобы реальная задача в миниатюре решалась наибольшим количеством людей. Вот. И меня интересовало, как менеджера продукта, какая петля возврата. То есть чтобы пользователи возвращались к вам еще и еще, и хотели все больше участвовать. Вот здесь я затрудняюсь ответить. Но... Первый соревнованник участвовал, как я говорил. 15 команд вернулось обратно на второе соревнование. Ясно. Окей, спасибо. Есть еще такой вопрос. Вы не думали о том, что было бы интересно такое дело школы продвигать? Не думали о том, что было бы интересно такое дело школы продвигать? Не думали о том, что это соревнования на базе школы делать, и вот так тем самым заинтересовать детей в этом? Вот не думали. Потому что со школами тоже все не так просто. К директору так не зайдешь. Здравствуйте, я Васил Пулкин. Тут надо ходить или посверку, либо через знакомство. Потому что... Ну, директора школы, я не уверен, что у них будет какая-то заинтересованность. Сейчас в школах, как человек, который недавно окончил, очень большая проблема именно с программированием, с математикой, с физикой. То есть, идея была очень хорошая и очень полезная. Да, можно взять, протестировать, можно на базе 50-й гимназии, как в самой такой известной робототехнике. Хорошо, спасибо. Максим, добрый день, спасибо за этот балл. Меня зовут Никита. Скажите, пожалуйста, мне два вопроса. Первый, у Вас проект коммерческий или некоммерческий? Соревнования CodeWills, они бесплатные. Но, если люди хотят купить робота, чтобы там тренироваться, они уже переходят в наш коммерческий проект, интернет-магазины и компании «Эмробот». То есть, само движение на некоммерческое. Естественно, мы хотели бы иметь какие-то, собирать какие-то статуи взносы, просто чтобы окупать организацию. Но я думаю, что это само собой разумеющееся. И тут выгоды какой-то нет именно от того, что мы будем зарабатывать на участников. Мы будем зарабатывать на том, что они захотят купить в дальнейшем. Понятно, спасибо. И второй вопрос по поводу самих девайсов. Очень действительно возникает параллель с Формулой-1. Скажите, Вы меняете трассы по конфигурации или по геометрии? И меняется ли сам робот? То есть, условно, робот, который был на первых соревнованиях, на вторых и третьих, он будет точно такой же? То есть, или все-таки есть какие-то изменения, которые Вы явно или не явно относите к конструкции, а потом говорите участникам. Спасибо. Хороший вопрос. Трассы мы меняем. Трассы меняются. Роботы тоже меняются. Меняется количество датчиков, их расположение. То есть, вот так вот. К сожалению, ширину шин мы не меняем. Тайную динамику мы тоже пока не меняем. Но, может, в будущем, когда роботы будут ездить побыстрее. Ограничение на мощность мотора. Ограничение на мощность мотора. Это стандартный вопрос. Здравствуйте. Спасибо за презентацию. Меня зовут Артем. Вопрос такой. Какие датчики имеются? Какую информацию можно попробовать? Датчики на робот. Это оптические датчики расстояния. Ультразвуковые датчики расстояния. Оптические датчики два. Потом датчики линии. Три штуки. Шестей всего акселерометр, гироскоп. Чтобы мы могли запрограммировать робота, если удар какой-то произошел, нас сбили с курса, вернуться обратно на курс. Вот. И все. Что касаемо дополнительных возможностей, есть возможность обучить и тренировать нейросеть, которая реализована здесь аппаратом в этой плате в управлении роботом. И доступны 128 нейтром. Ой. Извиняюсь. Извиняюсь. Нейро. То есть аппаратных нейро. Плата используется здесь Intel Curie, микрокомпьютер Intel Curie, и вычислительные мощности здесь очень хорошие. Так? Вопрос. Добрый день. Меня зовут Сергей. У меня к вам вопрос. Только что и в начале доклада, я сейчас вспоминаю, что у нас Intel-овская оплата отладочная используется в основе этого всего. Какой там используется процессор, какие его возможности, и чем они, допустим, лучше, или какие-то особенности по сравнению с тем же Raspberry, Arduino и производными от Arduino? Понял. Вопрос. Отвечаю. Да. Просто довольно важный вопрос, потому что если, как вы говорите, 99% кода, многие платы, которые обладают достаточно аппаратными резервами, их можно добить кодом. Но вопрос, собственно, где вот этот данный платик, где вот этот порог? Докуда можно это использовать? Сам микрокомпьютер Intel QE, который управляет роботом, состоит из следующих компонентов. Это процессор Intel Quark SE. Далее идет у нас процессор A, далее у нас идет акселероминдопироскоп, и все это просто в одном модуле. Ну и, если честно, мы не забываем оперативной памяти и флэш-памяти. Там 32 МГц, тактовая частота, 384 КБ флэш-памяти и 80 КБ оперативной памяти. Возьмите, Intel Quark SE называется. X86. Спасибо большое вам всем. Сейчас осталось нам выбрать того, кто получит умный дом. Точнее, умное освещение в доме. Вопрос, кто задал про принцип, про то, что надо сделать в соревновании. Я помню, мужчина там, вот тут вы, наверное. Подходите, получайте подарок. Заметил то, что я не рассказал. Самое главное. Спасибо большое, Максим. Вот ваша благодарность. Благодарим вас за участие. Надеемся с вами работать дальше. Спасибо большое. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Водок. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok